Здравствуйте друзья! На этих выходных я собирала цветки бузины. Очень красиво, когда на кустах растения появляются шикарные белые соцветия. Эти цветочные корзинки широко применяют в медицинских целях. Цветки бузины оказывают патагонное, мочегонное и противовоспалительное действие. Когда собирать и как сушить цветы бузины. В период распускания собирайте цельные соцветия. После сборов цветки отделите от цветоносов. Сушите при невысокой температуре 30-35 градусов. Сразу же приведу рецепт приготовления чая из цветов бузины. 1 столовую ложку сырья залейте одним стаканом кипятка. Настаивайте 30 минут. Принимайте по 1 трети стакана 3 раза в день до еды. Хочу отметить 5 основных направлений для применения цветов бузины. Первое. Настой цветов применяют при простуде, гриппе, бронхите, сухом кашле, ангине в качестве отхаркивающего мягчительного средства. Также чай из цветов бузины снижает высокую температуру тела. При воспалении слизистой оболочки ротовой полости, стоматите и ангине делают полоскание. Второе. При кожных заболеваниях, связанных с нарушением обменных процессов, делают примочки из цветов бузины. Третье. При отеках почечного происхождения, заболеваниях почек, почечной недостаточности, воспалении мочевого пузыря. Пьют теплый настой цветов. Четвертое. На больные суставы накладывают повязки из отвара цветов бузины и ромашки, как мягчительное средство. Компрессы из отвара цветов бузины, а также цветы в горячем виде с добавлением ромашки, кладут на больные места при артрите, полиартрите, подагре, ревматизме, невралгии, параличи. Из этих двух растений также делают лечебные ванны. Пятое. Чай из цветов бузины пьют при климаксе. Это средство влияет на железы внутренней секреции, активизирует их функции. При соблюдении рекомендованной дозы цветы бузины практически не оказывают побочных эффектов. Повеселю вас. Одно из забавных качеств бузины это любовь к ней кошек. Дело в том, что кора бузины, как и корень валерианы, содержит валериановую кислоту, запах и вкус которой очень по душе кошкам. Из цветов бузины готовят вкусные и лечебные лакомства. Сироп, варенье, сок, шампанское и квас. Рецептами их приготовления я планирую поделиться с вами в своих будущих видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я буду радовать вас полезной информацией из мира народной медицины. До следующей встречи!